мы когда заходим в любой населенный пункт и когда начинаем общаться с местными с мирным населением у них просто волосы встают на голове когда мы вместо того что якобы как будто мы им должны резать головы насиловать женщин убивать детей и действительно у каждого населенном пункте вот каждый из тех людей сейчас стоит отдавал последнее свое еду отдавал лекарства отдавал вот все что не будет все отдавали сами сами пробовать жили шли а людям удавались у них просто разрыв мозга происходит и тогда уже начинается вот вот именно диалог именно вот общение с мирными с местным населением расставление точек как бы над и вы знаете спасибо неплохо ребята пришли наши братья русские что вам надо и покушать дали нам и покушать далее и дровишек принесем вам и и лекарства и все мы так благодарны как нас пугали ними все мы видим что ребята золотые они рассказывали правду кто это самом деле мучил кто кто использовал как как живые щиты лейтенадцы эти фашисты как расстреливали им спины как как детей стреляли как бабушек стреляли с дедушками они нам честно признать нам честно об этом рассказывают и плакали и и говорили что как мы рады что вы пришли спасибо вам что вы пришли целенаправленно уничтожали жилье целенаправленно уничтожена больница там в свое время сидела 80 человек взяли ударили по больнице и в больнице попали санпропускник а вторую мы просто пропустили вторую пропустили а вторая попала в крышу крыша загорелась целенаправленно тут два танка все время моталась и сгорела больница но людей еще это было до того как зашли допустим войска вот эти людей некоторых вывозили город а мы пошли потому что мы пошли домой так и остались враг зверей еще и потому что находится постоянно под наркотическими веществами мимпы постоянно их подвозят и они под ними под ними воюют при освобождении очередного квартала были найдены тела товарищей наших наших колец с кем мы работаем взаимодействия тела были обезглавлены сделано это было специально для психологического воздействия на наше подразделение но не знаю о том что они нас еще больше разозлили нам конечно было бы выгодно сейчас и правильно расставить свою артиллерию например в каком-то там густонаселенном районе например там в первомайске и спокойно методично работать разбирать опорные пункты противника но мы этого не делаем обнаружено около 10 тяжелых техников танки и плюс сау большие пять штук есть окопы линдажей его его я мастер видел будем работать мусарными беспилотными комплексами все наши все наши войска они стоят в полях они стоят в лесах максимально далеко от населенных пунктов где нет людей нет мирного населения да это очень рискованно да это дает преимущество противнику с точки зрения нанесения фанам ударов но мы не даже не позволяем себе хоть как-то близко подойти так было так есть так будет поэтому мы не действуем с точки зрения силы мы действуем адекватно тому как ведет себя противник